внимание внимание говорит германия сегодня под мостом поймали гитлера с хвостом дворовый стишок из детства он очень правдив говорит германия это была такая пропагандистская передача при гитлере и вел лорд хохо иногда по-русски его имя перевозят как лорд гав-гав самом конце войны его поймали в лесу на границе германии и дании британские солдаты остановили мужчину спросили документы он ответил едва ли не междометием его мгновенно узнали по голосу вы ведь джойс узнали джойса лорда хохо именно по голосу телевизоров тогда особо не было его тут же арестовали переправили в англию и в скором времени он был казнен повешен именно как пропагандист хотя такой уголовной статьи великобритании не было и формально он был казнен за измену родине но там была большая юридическая заковыка лорд хохо не был подданным его величество георга шестого уильям джойс родился в семье ирландцы англичанки которые обосновались в сша и получили американское гражданство так что по рождению уильям американец семья перебралась в англию уильям окончил там университет и стал историком но его больше занимала партийная агитация и пропаганда в чем особо и он был антисемитом и вступил в фашистский союз до второй мировой войны такое в англии не приветствовалось но было возможно а когда стало невозможно в тридцать девятом году он перебрался в германию уже с британским паспортом он получил его обманув чиновников сказал что родился в англии они поверили потом этот обман дал повод приговорить казни человека который врал всю жизнь перебравшись в фашистскую германию джойс тут же пошел работать на радио да говорит германия вещание шло на британию сша а также колонии джойс часто передраздливал британский акцент отсюда лорд хохо стиль джойса беззастенчивая пропагандистская ложь и кое-что очень узнаваемо например во время тяжелой для фашистов оккупации норвегии джойс уверял что все идет в строгом соответствии с планом типа вот так и надо было так и задумано не близ крик с парадом на крещатике вот это в осло а мирно и постепенно освободить норвегию от викингов а про англию он рассказывал совсем бредовые выдумки англичанам же например что англичанки заказывают себе шляпки из тонкой жести чтобы защищаться от осколков бомб представьте себе он был так убедителен что ему верили у него была огромная по тем временам аудитория 18 миллионов а потом английские же присяжные единогласно приговорили джойса казни через повешение причем виновным в измене его признали по закону 1351 года это было последнее на сегодняшний день применение древнего акта напишите пожалуйста в комментах что вы обо всем этом думаете и чтобы такого сделать с российскими пропагандистами когда все это закончится а ведь она закончится хотя иногда думаю что не только путин готов нажать ядерную кнопку слишком многие уже предпочтут конец человеческой истории лишь бы не отвечать за свои поступки человек как как Субтитры создавал DimaTorzok